Так, позывной Баста вижу. Да. Ну, похож. Поэтому, наверное, такой позывной. У меня дали это место. Я поняла. Как давно здесь? Ну, вообще, как бы, с начала операции, можно сказать, с апреля месяца. А в батальоне с ноября месяца того года. А вот в начале спецоперации пришли по собственному желанию? А сам откуда? С города Сталинград. Ого. Я не называю город Волград. У меня нет города Волграда, город Сталинград. Почему поняли, что должны быть здесь, на фронте? Ну, по зову сердца, за года два еще, наверное, до войны, Господь мне показывал, что будет, что-то страшное такое, через сны, через... И я счастлив, что я попал именно в этот батальон, потому что здесь вот рука Божья, она здесь есть. Здесь чудеса такие, гранаты в нас, осколки отлетают, пули мимо. Ну, это было прям реально. Буквально вчера вот, ну, метод сто, одна с кассеты дали. И вот ничего не случилось. Надеюсь, так и будет продолжаться. Ну, у нас командиры верующий человек, поэтому это очень важно, когда командование верующие люди. Вот вы говорите, по зову сердца пришли. Вот что зов-то говорил? Ради чего? За веру, за Россию. Я счастлив, что я живу в России, что моя христианская вера, что у меня такой президент есть. Я благодарю Господа за это. Здесь какие задачи выполняете? Минометчик. Минометчик. Это хорошо. Главное, чтобы свой, а не вражеский. Ну да, минометчик. А то я попадал тут подражеский минометный обстрел, как раз в Солидаре. Было не очень приятно, если честно. Кто вас дома ждет? Ну, в основном мама. Мама, сестра. Им сразу сказали, что уедете сюда? Да. Как отреагировали? Ну, тяжело, но в понимании. Меня так воспитали с детства, что за веру царя Отечества живут, а не жалеть. Давайте привет им перед этим. Мамуль, жив-здоров, все хорошо. Господь со мной, с нами. Так что, все отлично. Скоро увидимся. А что-то перед боевыми задачами себе говорите? Молитвы какие-то читаете? Молюсь, да, конечно. Пусть все будет хорошо. Аминь.